Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня гость открытой студии, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Владимирович Шатров. Здравствуйте, Игорь Владимирович! Добрый день! Поговорим сегодня о новой волне отставок губернаторов. Скажите, пожалуйста, по какому принципу сейчас массово увольняют губернаторов? И какие вообще есть стратегии в этой ротации кадров? Принцип, мне кажется, остается прежним. Желание провести определенную кандидатуру на очередных выборах. И если кандидат или ныне действующий губернатор, точнее, не справляется со своими обязанностями, то есть у него есть проблемы с электоратом или с местными элитами, вот как, например, у губернатора Мурманской области, экс-губернатора Мурманской области Марина Кофтман, у нее не было понимания с местными элитами, но, в общем, ищут замену. Эта практика используется уже не первый год. Фактически, с момента возвращения прямых выборов губернаторов используется такая вот хитрая, на самом деле, политтехнологическая практика. Ведь, по большому счету, что происходит? Президент, человек, обладающий наибольшим доверием граждан Российской Федерации, предлагает свою кандидатуру, фактически предлагает свою кандидатуру. Но, если это раньше было на усмотрение местных законодательных органов власти, то сейчас на усмотрение населения. То есть он меняет губернатора на исполняющего обязанности, предлагает новую кандидатуру, но за этой кандидатурой как бы незримо присутствует Владимир Владимирович Путин, что придает больший вес этому человеку, вновь назначенному. Ну и, как правило, эти кандидаты побеждают на выборах довольно успешно. Но, правда, прошлые выборы, прошлый единый день голосования, осень 2018 года показала, что не всегда так получается. Ну и давайте так тоже будем откровенны. Буквально Путина видеть за этими назначениями не стоит. Понятно, что не Владимир Владимирович подбирает этих кандидатов. Этих кандидатов подбирает администрация президента, соответствующие управления, ну и из определенного набора кадров, которые имеются в запасе. Выпускников различных президентских программ, повышения квалификации, новых ход конкурсов, тех, как, например, сейчас лидеры России. Мы увидим и их, я думаю, в ближайшее время в качестве кандидатов в губернаторы. То есть, по большому счету, это люди проверенные на федеральном уровне, люди, которым доверяют на федеральном уровне, но личное доверие президента, оно здесь опосредовано. Но электорат воспринимает, как правило, именно так. Еще раз повторюсь, в то же время, не все предложенные президентом кандидаты на прошлых выборах удачно прошли через горнило реальных выборов, и, в общем-то, компания была весьма сложной и противоречивой. И все-таки мы видим какие-то изменения в стратегии после вот этих осенних выборов 2018 года? Ну, есть ощущение, что учитываются вот эти вот электоральные запросы, да, мне кажется, что вот эти кандидаты, вернее, эти губернаторы, которые вынуждены были оставить свои посты, они на самом деле вынуждены были оставить свои посты. То есть, все эти добровольные отставки, это, конечно, такая видимость, да, это имитация добровольности. Они действительно не имели шансов. А что касается губернатора Челябинской области, ну, это вообще скандальная ситуация, в большом счету он ушел под давлением, как мы понимаем, под давлением неопровержимых фактически фактов сговора с дорожниками. И, в общем-то, я боюсь, что не пошло бы, не идет ли речь об уголовном деле впоследствии, да, после его отставки, потому что, ну, фактически, федеральная антимонопольная служба впервые выступила вот так жестко и рьяно, фактически, как силовая структура, выложила целый набор документов, которые доказывают личный, личный именно сговор губернатора и дорожников, не ошибки команды губернатора, а именно личный сговор губернатора и дорожников. Так вот, чтобы не доводить дело до скандала с действующим губернатором, да, его просто мягко попросили, как минимум, уйти в отставку. Не знаю, что там дальше будет, может быть, это действительно элементы давления, кажется, что десятки других участников в этой коррупционной схеме присутствовали, а губернатор просто был не совсем в курсе или не в курсе, но, тем не менее, первый шаг этой вот оперы, да, случился, этого спектакля, губернатор ушел в отставку и предложен на его пост другой. Насколько вот эти новые назначения вообще связаны с транзитом власти, которым как раз-таки сейчас активно все обсуждают и подготовки федеральных сил к вот расстановке своих сил везде перед решающей битвой? Вообще тут надо понимать роль губернаторов в современной системе власти. Знаете, как-то уже все забылось. Вспомнить 90-е годы, даже начало нулевых, всегда говорили о том, что губернатор — это человек из региона, как минимум, человек, болеющий проблемами региона, судьбами региона. Мы видим, что губернатор вообще становится профессией. Вот как, например, это мы наблюдаем на Приморском крае, где успешно прошедший другие губернаторские должности человек возглавил Приморский край после скандальной ситуации как раз на тех самых прежних выборах. И это уже становится такой, ну, не знаю, менеджерским навыком, что ли, умение разрулить ситуацию в регионе. Так вот, губернатор, по большому счету, это не представитель местной политики, теперь, как правило, а представитель федеральной власти или человек, который устраивает федеральную власть или который, ну, как минимум, известен и понятен федеральной власти. Никаких выскочек с мест, таких вот чертиков из табакерки больше мы не наблюдаем в принципе, за исключением, кстати, конечно, вот той ситуации с прошлыми выборами, когда федеральная власть, ну, федеральная власть не смогла предложить достойные кандидатуры, и местные кандидаты от других политических партий смогли отстоять, в общем-то, позиции местных, наверное, политиков или местной политики. Но в целом желание федерального центра менеджер на регионном. Мы направляем менеджера, которому мы доверяем. Он знает, как решать вопросы в Москве. Он должен при этом найти компромисс с местными элитами, ну, и быть угодным электорату. Да, ему ставится такая задача, но в первую очередь его принимает Москва. То есть губернатор теперь не часть местной политики. Вот никаким образом местная политика заканчивается заказательным собранием. Вот спикерзак собрания это местный, самое высшее лицо местной политики. Губернатор это представитель федеральной федеральной власти, несмотря на то, что его избирают граждане. Ну и то, что его так предлагают, да, фактически предложение исходит от президента, ну, как бы от президента. Это как раз подтверждает эту мысль, что мы вам направляем менеджера, которому мы доверяем, и который должен решить вопросы, улучшить ситуацию в вашем регионе. Ну и, исходя из этого, выстраивается вот, наверное, критерий отбора. Я уже их фактически назвал, да, человек понятный, не умеющий решать вопросы. Ну и, наверное, вот эти навыки самые главные на определенном этапе, да, то есть на определенном этапе он должен вписаться в политическую систему. Ну и потом ему ставятся, как мне кажется, сейчас конкретные задачи, да, вот конкретные вопросы, которые он должен, болевые, самые серьезные решить в регионе. На примере Москвы, кстати, очень просто это объяснять. Вот мы видим, чем занимается мэр Собянин, да, вот сейчас все время своего руководства столицей. Он занимается решением транспортных, инфраструктурных проблем в первую очередь. Это была серьезная задача, которая ему поставлена. Ему дали для этого инструменты, возможности, финансирование, полномочия определенные. Следующая задача это инновация, да, ну то есть это крупные, крупные, крупные проекты. То же самое мы наблюдаем, например, на примере Республики Крым, да, где тоже инфраструктурные вопросы, за которые отвечает глава республики. Ну и так в каждом конкретном регионе, вот я понимаю, что в Челябинской области после того ужаса, в котором оставил ее экс-губернатор, я думаю, что будут тоже заниматься дорогами, да, то есть вот это будет серьезная проблема, которую необходимо будет решить этому губернатору. Ну и мы видим, что в данном случае у этих людей должен быть опыт. Очень часто, и как правило, федеральной деятельности, федеральной работы, мы видим, что сейчас замминистра, который, по-моему, я вот не посмотрел, хотел все посмотреть перед нашей с вами встречей, в табеля рангах, так называемом, где там замминистра находится, на каком месте по сравнению с губернатором. Мне кажется, это одна должность, примерно по табеля рангам, так называемой, да, равная. И вот фактически замминистра теперь часто перешагивают на должность губернатора. То есть человек должен пройти федеральную школу, да, но у него есть определенный опыт, как мы видим, и работы в регионах, как вот, что касается ныне предложенных Путиным кандидатов. Ну, и все-таки вот такой вопрос. Каковы могут существовать группы влияний, какие федеральные игроки могут стоять за тем или иным региональным лидером? Так вот, возвращаясь к вопросу как раз-таки о Челябинске, Челябинском области, существует мнение экспертов, которые считают, что вот новый исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Текслер, это ставленник непосредственно Сечина, который будет лоббировать его непосредственно интересы. Существует ли какая-то альтернатива кремлевским ставленникам? Ну, во-первых, Сечин и Кремль, это уже теперь немножко какие-то разницы, я не хочу говорить две большие разницы, как говорят в Одессе, но это разница. Сечин это все-таки Роснефть, а не Кремль. Давайте так. Поэтому существует, да, в этом именно смысле. Я понял вас, ну да, мы видим, например, на двух регионах представителей гнезда, скажем так, Виксельберга, например, да, это у нас, я понимаю так, что Оренбургская область, Паслер, и у нас еще тот же Чибис, замминистра строительства, который сейчас станет, ну, предлагается на пост губернатора Мурманской области, это тоже человек, работавшихся в структурах Виксельберга. Есть мнение, опять же, группы экспертов, с которыми я не скажу, что солидаризируюсь, но готов согласиться отчасти. Это то, что определенным представителям бизнес-сообщества, серьезным игрокам на экономическом рынке, скажем так, сейчас дана возможность влиять на вопросы назначения губернаторов, предложения губернаторов, они взаимодействуют с администрацией президента. Почему? Почему это происходит? Например, ныне действующий губернатор Севастополя, вот он все, как бы, в Севастополе все считают его человеком Ростеха, например. Почему это происходит? Почему этим крупным корпорациям даны такие преференции, если они даны? По той простой причине, что в определенных регионах есть определенные интересы у этих компаний, и они являются, ну, что ли, наверное, донорами бюджета в этих регионах. Понятно, почему эти лидеры этих компаний продвигают своих людей, для того, чтобы решать свои вопросы. Если это устраивает федеральный центр, такие люди появляются. На самом деле, федеральный центр, конечно, ну, имеется в виду политическое руководство страны, имеет более широкий взгляд на эту проблематику, и не всегда интересы экономики определенных компаний, на бизнес определенных компаний в приоритете. Часто это социальные вопросы, которые может решить по разному роду другим основаниям, там, другой человек, не обязательно имеющий отношение к компаниям. Но, вот вы говорите, есть ли альтернатива. Альтернатива на местах. Вот как раз прошлый выбор и показали. Мне вообще кажется, что вот эта система действующая, она немножко, конечно, даже не хочу говорить недемократично. Она такая, знаете, немножко кривоватая. Вот когда в соседнем дружественном Казахстане произошло известное событие только что, президент ушел в отставку и предложил занять пост президента исполняющим обязанностей стать, ну, по конституции, да, действительно, спикеру Верхней Палаты Парламента, Сената, я сразу вспомнил историю с назначением, с предложением губернаторов Путиным. Ведь по большому это счету, что получается? Да мог же, мог же Назарбаев уйти через полгода. Да и вообще, просто не пойти на следующие выборы, которые будут в 20-м году. Их ведь никто не передвигает, ну, по крайней мере, пока. То есть, выборы состоятся через год. Но Назарбаев, понимая не очень простую ситуацию экономическую, которая сейчас, ну, вообще, в ЕС она все-таки действительно не самая радужная, но и, конечно, не трагичная. Ну, а в Казахстане свои проблемы. Он решил не рисковать и дать возможность электорату посмотреть на этого кандидата. Но, если что, там есть другие, мы знаем, кандидаты. Так вот, та же самая история происходит в регионах. Почему она происходит? Почему не доверяют избирателю? Ну, опять же, вот смотрите, вы сказали, спросили, где альтернатива? Я сказал, что в регионах. Посмотрите на тех, кто выскочил, именно так можно это назвать, выскочил на вот этих губернаторских выборах, там, где провалились кандидаты от Москвы. Молодые или не имеющие богатого управленческого опыта люди, которые неизвестно, где будут набирать команду, и до сих пор мы даже не понимаем, набрали ли они команду. Мы видим там ситуацию очень серьезную, кому-то до сих пор там сенатора не назначить, а значит, это говорит о чем? О том, что он не может с местными элитами договориться, хотя он местный, казалось бы, местный человек, да, вот. И что мы видим? Отсутствие вот этого опыта, это существенная история, которая негативно влияет на, даже несмотря на то, что человек местный, да, у него должен быть все-таки какой-то серьезный, серьезный опыт. А если у тебя серьезный опыт, то скорее всего тебя Москва предложит. Скорее всего. Вот скорее всего эти кандидаты подросли либо там у себя в регионах, по разному роду, там, на своих должностях каких-то, или в своих компаниях. И рано или поздно продвинулись бы дальше, да их бы заметила Москва. Они оказались бы людьми федеральной повестки. То есть, о чем я говорю? Альтернатива есть, но альтернатива местная, она снижает, снижает качество власти. Власть становится местной. Власть становится местной и начинает видеть проблемы своего региона, не замечая ситуации в стране. То есть, они вот со своей такой местной колокольни, с местной там кочки, смотрят на ситуацию. Я это наблюдал. Мне приходилось работать советником мэра одного из городов Юга России, например. Мне приходилось взаимодействовать с губернатором. Я видел, я вот понимаю, что губернаторы вот такие местного разлива, это, знаете, такие супермэры. Это люди, которые способны решать вопросы, да, наверное, жилищно-коммунальной инфраструктуры, уровня города, там, дорожек, тротуаров, скамеек и светильников, да, но они не видят глобальной картины и не настолько глубоко понимают место и роль своего региона в масштабах страны. Вот без этого понимания губернатором не станешь. Это тот самый важный критерий, который, ну, вот сейчас федеральный центр внедряет. Ну, и плюс, он, конечно, внедряет этот командный принцип. Обратите внимание, что вот эти люди, они все, ну, как правило, либо проходили подготовку, например, в Академии Ранхиз, да, вот, либо вот сейчас будут проходить эти новые конкурсы лидеры России там и другие, то есть они часть какой-то большой новой федеральной команды. Вот это, наверное, самый главный критерий. Вроде бы это можно назвать другим словом «свои», но в данном контексте это слово «свои» оно не имеет негативного, никакого негативного окраса не имеет. «Свои» в том плане, которые понимают, как решаются проблемы страны в целом, а не какого-то одного маленького ее субъекта. Но и тем не менее, вот в нынешней ситуации вот этих назначенцев, вот этих своих, скажем так, насколько у них есть время, насколько им удастся завоевать доверие и набрать очки перед предстоящими выборами, или все-таки их придется опять тянуть за уши для того, чтобы они выиграли в своих регионах? Я не настолько глубоко успел посмотреть ситуацию в этих регионах, хотя вот именно эти регионы и предсказывались, да, как регионы, в которых произойдут назначения. Но лично я не заметил серьезных, тем не менее, вот даже тот уровень анализа, который я позволил себе, я не заметил серьезных альтернативных кандидатов на местах, которые смогут составить конкуренцию. А вопрос-то в этом, то есть почему, отчасти почему проиграли кандидаты от власти, назовем их так хорошо, от Москвы на предыдущих выборах, даже когда это были выборы не из вновь предложенного исполняющего обязанности, например, да, и каких-то там других альтернатив, а из действующего, ну, как в Владимирской области. Они просто не оценили наличие местного, не то, что протестного электората, а какой-то серьезной альтернативной фигуры, вообще, которая пожелает вступить с ними в какое-то противостояние. Вот если федеральный центр, вот сейчас они войдут, эти губернаторы, в течение месяца в свои дела примут, если федеральный центр не оценит политическую поляну, то, что там присутствует, и не выберет альтернативных кандидатов, с которыми будет вести свою родоработу разную, иногда, может быть, склонять их к тому, чтобы они не связывались с этими выборами, да, то может все, что угодно случится. Например, в Мурманской области все очень непросто, у Ковтун было, да, и так как она не договорилась с местными элитами, я вот не знаю сейчас, кого, но местные элиты могут кого-то предложить. Самая же анекдотическая ситуация, помните, какая была, то есть это полная недооценка ситуации в регионе на местном уровне проявленной губернатором действующим и Москвой в свое время. Это когда в Хабаровске, когда, ну, понятно, проиграл губернатор действующий в первом туре, он просто не занимался компанией, потому что посчитал ниже своего достоинства, это он посчитал, что его и так изберут, и провел на следующей между турами встречу со своим оппонентом, посчитал, что он все вопросы решил, предложил оппоненту должность вице-губернатора, тот согласился, но сказал, выбор-то мы будем проводить, все равно я иду на выбор, и в итоге он победил, и это был просто анекдот, то есть анекдот политически, наверное, навсегда в российской такой истории останется, да, когда вот это, к чему привел, к чему привела договоренность, да, к тому, что он проиграл, тем не менее, да, и ему уже не предложили пост вице-губернатора, соответственно. Но вот Кремль, назначая своих, он не рискует еще больше вызвать всплеск недовольства, ведь, в принципе, фигуры зачастую неоднозначные, и вообще, в принципе, оценка власти, да, и сейчас населением, она несколько изменилась, рейтинги власти очень сильно падают. Что делать? Что делать-то в этой ситуации? Не, ну просто другого-то, другого-то выхода нет, или вот этим неподготовленным представителям оппозиции предлагать возможности, давать возможность, да, но мы сейчас увидим эти эксперименты, которые вот случились в ряде регионов, к чему они приведут? Я, я не уверен, что так все будет хорошо в Владимирской области, просто не уверен. Я не уверен, вот мы с вами беседуем, а сейчас параллельно проходили, вы знаете, да, выборы местные, в ряде регионов, местные выборы, они у нас же могут и вне единого дня голосования происходить. Но я, например, не считаю победой демократии, победу на выборах мэра Устилимска, домохозяйки, от представителей ЛДПР, которая вот победила действующего мэра Единоросса. Я не считаю это победой демократии, я считаю это просто каким-то политическим анекдотом тоже. Просто, понимаете, город Устилимск и домохозяйка. Вот ничего против женщин, тем более домохозяек, не имею. Но мне кажется, все-таки каждый должен заниматься своим делом. Это просто, политика это серьезно, но это просто не шутки. Если вот у нас вот так будут выбирать мэров и губернаторов, то я думаю, что придется диктатуру вводить после того, что эти люди натворят, да, без какого-то опыта управления. Потому что, конечно, делает свита короля, да, ну какую свиту может собрать человек, который занимался там своими там сугубо узкими делами на определенном этапе. То есть, это свитыш тоже ведь собирается этим человеком, под этого человека. Мне приходилось, я говорю, сталкиваться, ну, на уровне муниципалитетов, с мэрами, которые приходили, ну, просто с чистой совестью, там, да, с чистыми руками решить проблемы все, да, но отсутствие опыта, какой-то деятельности, умение, отсутствие опыта управления, невозможность сформировать команду, где чехарда, да. Мы видим, это, кстати, как на международном уровне происходит. Вот, пожалуйста, человек из бизнеса стал президентом Соединенных Штатов. Он команду-то, дай бог, ко второму году вроде закончил формировать, но мне кажется, она на втором этапе, вот этого, третий, четвертый год опять будет рушиться. То есть, разные задачи, разные даже принципы формирования команды. Политике надо учиться, политике должны заниматься профессионалы. Вот эта вот вся игра в демократию в плане того, что каждая кухарка, давайте почитаем Ленина насчет кухарки, которая может управлять государством, там немножко другой контекст вообще, он вообще о другом говорил. Не о том, что кухарка или вот домохозяйка в Устилимске может управлять не то, что государством, даже в Устилимском. Управлять должны профессионалы. Откуда их брать, с какой кадровой скамейки? Мне кажется, к одному определенному моменту сузилось. И вот тогда, с приходом в администрацию президента Сергея Владимировича Кириенко, который, будучи еще полпредом в Привозском федеральном округе, эту систему выстроил там, этих кадровых конкурсов, там все это началось тогда, вот еще, когда он был полпредом. Он эту линию продолжил у себя в Росатоме, на самом деле, сделав из Росатома компанию мирового уровня. Просто такая международная компания, зайдя в которую, ты не понимаешь, ты уже не понимаешь, где ты находишься. в Нью-Дели, или в Канбелли. То есть, это мирового уровня компания, которая транснациональная, которая имеет бизнесы, строительные объекты по всему миру, и где люди работают вот именно на таком уровне профессионалов. Такой же принцип он сейчас пытается, пытается применять, организовывая эти конкурсы, например, те же лидеры России. Конечно, не без огрехов. Конечно, там тоже, наверное, просачиваются иногда и люди, может быть, не самые достойные. Тут были какие-то уже скандалы. Но это единицы, кстати, на самом деле. Ну, как вы, в принципе, оцениваете эту скамейку запасных? Некоторые эксперты считаются, что она, в принципе, стала очень короткой и число отказников от губернаторского поста растет. С чем это связано? Слышал такой анекдот. Конечно, число отказников от губернаторских постов в возрасте 50 лет растет, потому что они уже не хотят в этих губернаторов играть. Они привыкли совершенно другими делами заниматься. А вот число желающих стать губернаторами в возрасте от 30 лет тоже растет. Причем, в геометрической прогрессии. Я вам скажу, что, наверное, десятки тысяч сейчас людей готовы занять пост губернатора, но возраст этих людей 30-40 лет это уже старики. То есть, вот 30-35 лет. Этих людей очень много. И они сейчас и появляются, кстати, и на постах губернатора. Как мы видим, что вот эти вот люди уровня замминистров это как раз новая такая новая линейка, новая скамейка запасных для губернаторских корпуса. Ну и, наверное, руководители второго уровня крупных компаний. Ведь все эти люди, многие из этих людей, точнее, нынешних назначенцев, или там некоторые, ладно, некоторые, всего 5 человек, о чем мы говорим, пока многие, они все-таки прошли и те самые крупные компании, о которых мы говорили, в частности, там, компании Виксельберга, например, да, и там себя показали успешно. Тот же Чибис, на самом деле, стал министром строительства, замминистра строительства. И он, эти принципы, которые, наверное, у Виксельберга научился им, да, он, в общем-то, и в министерстве на своем посту внедрял. Та же программа «Умный город», за которую, фактически, он отвечает, она сейчас по всему, по всей Российской Федерации распространяется эта заслуга фактически одного даже человека, по большому-то счету. Я думаю, что он будет искать какие-то варианты и для работы в регионе. Я думаю, что должны появиться, просто не было этой схемы сейчас у нас до сих пор, не было этого набора практик или, как скажем так, кейсов успешных молодых или вообще успешных губернаторских кейсов. Есть кейсы успешных компаний, проектов различных. Нет вот таких отдельного просто направления, губернаторский кейс. Вот я думаю, что уйдет в отставку рано или поздно Сергей Семенович Собянин и тема Москвы будет как кейс сложный, очень много противоречий, очень много недовольных. Но, например, решены ли были определенные задачи, поставленные в начале? Решены. Мы знаем, просто есть другой город. Я вот петербуржец, я за него очень болею. Город, который не может найти своего губернатора, просто не может найти своего губернатора, потому что люди приходят, даже местные, вот мы не знаем, что там, Беглова получится или нет, они не понимают, как работать с этим городом. Так вот, есть успешные, есть неуспешные кейсы, да, то есть вопрос денег, столицы вроде, Москва, Питер, и вроде бы с деньгами лучше, чем во многих, конечно, меньше, чем в Москве, но невозможно решить очень многие городские проблемы, они не решаются, они куда-то заметаются под половик, как говорила там моя бабушка, да, вот, и есть другие примеры, надеюсь, будут, надеюсь, появится кейс, там, Севастополь рано или поздно, очень сложный сейчас, надеюсь, появится кейс Калининграда, и тогда, когда это будет проходить, когда вот они будут приходить в этот рангхиз, молодые специалисты, скажут, вот, вот, вот так вот управляли Калининградом, смотрите, вот это было дано, вот это сделали, вот это не получили, на выходе получили это, вот так управляли Москвой, я думаю, это процесс, который начнется в течение ближайших трех-пяти лет. У нас у зрителей есть несколько вопросов, вот Руслан как раз-таки в эту тему спрашивает, кто оценивает профкомпетентность губернаторов и персональную эффективность их деятельности? Вот он считает, что Собянин, по сути, вредит Москве своей реновацией, его никто не отстраняет от должности, вы как-то ответите? Ну, я, во-первых, не считаю, что Собянин вредит своей реновации Москве, просто не считаю, я не считаю, что в Москве должны оставаться панельные пятиэтажки, просто не считаю, их не должно быть в городе, они оскорбляют город просто уже, это раз. Как это делается, это другой вопрос, это, опять же, делается, часто тоже криво делается, согласен, но, видимо, это действует правило больших цифр. В целом, в среднем получается хорошо, надеюсь, потому что реновация только началась, выводы делать нельзя, можно по плитке судить, если она поднимается этой весной, это не значит, что Собянин был неправ, это значит, что очень плохо следили за теми компаниями, которые это делали, и, значит, надо заставить их бесплатно все это переложить, а еще, может быть, и оштрафовать серьезно, а может, кого-то и посадить. Вот это выводы, а это не значит, что не надо было стелить плиткой пол Москвы, это первое. Второе, есть соответствующее управление в администрации президента, есть соответствующие критерии, еще раз, мы о них говорили в общем, да, но есть там целый набор этих критериев, которым должны соответствовать люди, когда они уже становятся губернаторами, то есть каждый регион оценивается там по нескольким десяткам параметров, и, соответственно, если эти параметры вот приходят к определенным показателям таким, к которым пришли в тех регионах, к которым сейчас сменились губернаторы, ну, точнее, появились исполняющие обязанности, то тогда эта смена и происходит. Да, она происходит, как правило, массово, но для удобства, но не менять же их вот, просто месяц-два в данном случае не решают вопросы, да, массово, да, осенью или весной, да, в связи с подготовкой к выборам или к выводам, в связи с выводами по предыдущим выборам, ну, вот, по осенней кампании, да, но, тем не менее, вот мы видим, что эти критерии, они, надеюсь, 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 эффективно позволяют оценить деятельность губернаторов. Игорь Владимирович, вы говорили о подготовке, да, губернаторов со стороны Кремля, как может быть готов, собственно, чемпион, да, по кикбоксингу, Хасиков, к управлению... Калмыкии, да, Калмыкии. Ну, во-первых, он был сенатором, уже, раз, а на должность исполняющего обязанности губернатора или главы региона он предложен с поста советника руководителя Росмолодежи. Ну, вроде бы, казалось, да, разные ипостася, но, тем не менее. Знаете, вот отдельная тема есть, это национальные республики. Когда я говорил о том, что федеральный центр уже не следует критерию местной представителя региона, а следует критерием профессионализма, профессиональности, каких-то качеств особых, умения управлять, предлагая свои кандидатуры на пост губернаторов, я, наверное, вывел бы за скобки этой своей мысли тему национальных республик. Вот в национальных республиках немного иначе дело обстоит, и Калмыкия, кстати, относится к их числу. А в мононациональных особенно республиках, где большое количество представителей одной национальности, все-таки вот эти вопросы понимания национальной специфики, они первичны часто, и поэтому стараются выбирать уважаемых, достойных, предлагать и поддерживать в дальнейшем на уровне, например, правящей партии, уважаемых, достойных представителей региона. И только в самых экстренных случаях, как случилось в Дагестане, где просто регион поразила коррупция как болезнь, весь регион, всю республику поразила коррупция, туда направили представителя не коренной национальности, ни одной из коренных национальностей, а силовика Васильева. И он, кстати, я имею много друзей там, они мне сообщают, что очень многие довольны. Представители всех, многих народов довольны тем, чем занимается Васильев. Так вот, по Калмыкии сработал вот этот принцип человек, уважаемый в регионе. А на самом деле он уважаемый, независимо от возраста и так далее. Ну, просто его ценят, да, наверное, как спортсмена в первую очередь. Да, будет сложно. Знаете, вот вы меня этим вопросом, в общем-то, по большому счету, убили. Да, действительно, это выпадает из всего вот этого, из всей той конструкции, которую я, казалось бы, сейчас выстроил и все логично объяснил. О чем это говорит? Тем не менее, это не подрывает основы того, что я вот сейчас сегодня о чем говорил. В поиск. По-прежнему, по-прежнему, администрация президента находится в поиске. То есть, вот, знаете, я специально посмотрел, что полгода писали назад о кандидатах в губернаторы тех регионов, которые вот сейчас предложил Владимир Владимирович Путин в весеннем призыве, скажем так. Называли же эти регионы все, вы знаете, называли их даже больше, там, от пяти до девяти регионов называли, ни одного не угадали. То есть, вообще, совершенно другой подход был. Это о чем говорит? И причем люди, которые давали комментарии СМИ, это люди, осведомленные, имеющие связи в администрации президента. Это говорит о чем? Это говорит о том, что не то, что нет критериев, что все-таки каждый регион, каждому региону подходит индивидуально. Вот было принято решение, что в данном регионе принципиально вот уважение, понимание, то есть, то, что он договорится с элитами, в этом Москва уверена. Но опять же, Москва может ошибиться. Мы же видели аналогичную ситуацию по тому же Приморскому краю, где пришлось все-таки применять экстренные меры и где человек чуть ли не год отработал и имеющий корни местный житель, человек, прошедший ту самую чудесную школу Росатома, которую я только что хвалил. Тем не менее, ну не смог, не смог и, в общем-то, его фактически прокатили все и элиты, и избиратель прокатил. Ну то есть, не гарантирована никакая система от ошибок. Будем надеяться, что с каждым туром или с каждым единым днем избирателя, с каждой осенью этих ошибок будет меньше. Или местные элиты тоже какую-то кузницу кадров у себя внутри в регионе устроят и начнут готовить альтернативных политиков так, чтобы они действительно составляли реальную альтернативу назначенцам из Москвы. Ну хорошо, тогда мы, получается, вот эта вот игра в демократию, мы тогда можем поставить вот этот знак равенства между вот этой домохозяйкой и, собственно, чемпионом. То есть, вы решили меня сегодня уесть. Хорошо. Наверное. А почему нет? Ну, может быть, может быть. Может быть, у домохозяйки из Устилимска получится. Может, у кикбоксера в Калмыкии получится. Просто домохозяйка из Устилимска, она, ну, фактически выскочила сама. И это идея местного отделения партии ЛДПР. А здесь, ну, все-таки серьезная оценка какая-то при движении этой кандидатуры имелась в виду. Человек все-таки поработал в Совете Федерации, поработал в Росмолодежи. Ну, наверное, он себя смог показать как человек, который чуть шире, чем спортсмен, смотрит на мир. Мы видим среди нынешних спортсменов, да, людей, которые, ну, пошли в политику, как людей удавшихся, как в политике, так и неудавшихся. Никто не гарантирует. Ну, значит, ему решили дать такой шанс, значит, он показался, скажем так, кому-то в Москве. И вот еще один вопрос от Александра, очень короткий. Зачем охранников тащить в губернаторы? Ну, это же тоже упрощение, да, ситуации. То есть, сотрудник Федеральной службы охраны, называть его за это офицера, знаете, который один, наверное, с ротой солдат может справиться, да, в одиночку, вот, называть его охранником, только потому, что служба, структура, в которой он служил, называлась Федеральная служба охраны, я думаю, очень неразумно. Это офицер. Да, вопрос другой. Способны ли офицеры выполнять задачи хозяйственного управления, да, способны ли быть губернаторами? Мы убедились в том, что не получилось у генералов, у представителей армии. Мы это видели, наблюдали на ряде регионов, например, да, где уважаемые генералы становились губернаторами, у них не получалось. С офицерами специальных служб такой практики еще не было. Я думаю, что это опыт, я думаю, что это эксперимент, тоже эксперимент, а почему нет? Вот, как видели, вчера или позавчера Владимир Путин там общался с единственным участником конкурса лидера России от полиции, начальником полиции Тюмени, он говорит, ну вы же вот, ну вы просто вот прокладываете путь, да, надо не стесняться и полицейским тоже идти вот и соревноваться в таких конкурсах лидера России и каких-то других кадровых конкурсах, потому что, да, это тоже управление, управление полицией, там, управление городом, да, разные, но надо пробовать. Может быть, у представителей ФСО получится? Я не знаю. Пока, ну пока, таких вот, знаете, негативных, таких сигналов из тех регионов, где сейчас руководят бывшие сотрудники ФСО не поступало. Поступали только сигналы того рода, что они там сменили, например, всех сотрудников, всю прежнюю команду, но это, наверное, логично, это, логично, что они под команду подбирают там людей, которым доверяют. Пройдет время, мы оценим, получилось ли, например, в той же Ярославской области, да, или там, в той же Тульской, да, по-моему, области, у этих сотрудников, или не получилось. Я еще раз повторюсь, у генералов не получалось, но, может быть, у них получится. Спасибо большое, Игорь Владимирович, за нашу встречу. В открытой студии сегодня был заместитель директора Национального института развития современной идеологии политолог Игорь Владимирович Шатров и я, Инна Добросовестная. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова